Всем привет! Меня зовут Сергей Макаренко, я внештатный автор на gagage.com. И сегодня я хочу вам рассказать о 3G интернете от компании Intertelecom. Для того, чтобы это повествование было с немало практическим опытом, у нас есть вот такая вот штука, это IPTR, которая поддерживает технологию CD My Evdore Vision B. И благодаря этой технологии можно в теории добиться скорости 14,7 Мбит в секунду. А я вам расскажу, как на самом деле эта услуга выглядит в реальном использовании, в реальной жизни, каких скоростей можно достичь в Киеве и с чем придется столкнуться при использовании этой услуги. В данный момент видно, что IPTR подключен к 3G-сети Intertelecom. Индикатор качества покрытия сети у нас показывает 4 деления из 5. И сейчас мы при помощи приложения SpeedTest можем замерить показатели скорости, которые в данный момент мы можем получить при подключенной технологии Evdore Vision B. Итак, ожидаем, что у нас покажет программа по поводу пинга. Чем меньше, тем лучше. Показатель пинга весьма неплохой, это 80 миллисекунд. Сейчас у нас в данный момент тестируется скорость на загрузку, что тоже весьма неплохо. Средняя скорость загрузки по показателям программы составляет 6,4 Мбит в секунду. Это очень неплохо. Теперь у нас программа закончила замер скорости на отгрузку в сеть. Это 2,3 Мбит в секунду. В принципе, это очень неплохие показатели как для мобильного устройства. Теперь я вам хочу продемонстрировать какой-то пример, по которому можно судить о преимуществах такой скорости подключения к сети интернет на мобильном устройстве. Пример, конечно, бестолковый, потому что вряд ли из нас кто-нибудь будет его использовать в жизни. Но, тем не менее, он позволяет продемонстрировать всю, так сказать, полноту и мощь услуги 3G интернета по технологии CDMA и RIDO Revision B от Intertelecom. Демонстрацию я буду производить при помощи приложения Parallel Success. В данный момент я подключился к своему домашнему Mac, на котором запущен плеер VLC. Сейчас мы попытаемся посмотреть фильм. Блевые фильмы. Сперва мы покажем вам базу, а затем мисс Морин ведет вас к егерам, мистер Текек. Подержите две, пожалуйста, подождите. Спасибо, спасибо, спасибо. Не подходите, образцы корректи крайне редкие. Смотрите, но не трогайте, пожалуйста. Что касается нашей исследовательской группы, доктор Готт либо доктор Гайфер? Я полагаю, что этого, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы продемонстрировать скоростные возможности технологии. Я хотел бы еще также акцентировать внимание на том, что вот если, допустим, вы тоже будете использовать услугу 3G от Intertelecom по технологии EVDO Revision A, то, к сожалению, вот так вот без каких-то артефактов сжатия и рывков вы не сможете посмотреть. То есть этой скорости в 2 мегабита, которую предоставляет эта технология, будет недостаточно для того, чтобы таким вот образом продемонстрировать фильм по сети мобильного оператора. Но такой сценарий использования вам становится возможным, если вы, допустим, используете технологию CDMA Revision B от Intertelecom. Сейчас я нахожусь на окружной возле магазина Ашан, ну вот, по направлению к пуще водица. Но, как можете видеть, в данный момент качество покрытия от Intertelecom составляет 3 деления из 2. Сейчас мы вот посмотрим, какую скорость нам покажет Speedtest в этой ситуации. Вот, при таком качестве покрытия сети довольно-таки неплохо. Вернее, вчера посматривал это видео, сейчас посмотрим, насколько быстро у нас оно откроется, если закрыть саму программу. Ну вот, да, достаточно быстрее открылась после закрытия программы. Ну и скорость достаточная для просмотра видео YouTube. Я отмечу, что сама эта видеозапись, она не в сильно хорошем качестве, поэтому оценить скорость канала нам не сильно удастся. Ну вот, давайте посмотрим какую-то более новую запись выступления Стива Джобса. Запись 2010 года. По идее, здесь картинка должна быть чуть получше. Весьма неплохо, учитывая то, что... У нас качество покрытия осталось на прежнем уровне, вернее, даже ухудшило у нас 2 из 5 делений. Вот, но, несмотря на это, YouTube у нас вещает стабильно хорошо, то есть, в принципе, даже такого качества сигнала достаточно для того, чтобы отлично просматривать видео на iPad, ну вот в таких условиях. Это очень хорошо, мне кажется. Вот в данный момент я нахожусь на улице Красноармейская, недалеко от торгового центра Олимпийский. И, как можно видеть, качество покрытия интертелекома здесь 4 деления из 5, доступен 3G. Вот, и давайте посмотрим на тесты замера скорости. Сейчас посмотрим, какую скорость нам покажет вот в этом районе с таким качеством покрытия. Так, 2 сантиметра. 2,5 мегабита на загрузку и 1,5 мегабита на отгрузку в сеть. Ну, вот, ну, в принципе, такой скорости абсолютно достаточно для того, чтобы пользоваться твиттером. Ну, вот, загрузка у нас произошла так же быстро, как и в сети Wi-Fi. Либо же, допустим, тоже, опять же, смотреть ролики на YouTube. Сейчас посмотрим здесь, тоже попытаемся посмотреть, насколько быстро будет загружаться видеоролик, допустим, Boston Dynamics. В принципе, в принципе, всё нормально. Скорость достаточная для просмотра видео. Вот, поэтому всё работает, в принципе, очень даже неплохо. Сейчас попробуем кому-нибудь позвонить по FaceTime, используя скоростной интернета 3G. Ну, вот, хотя бы Андрею Юшко, моему другу. Для того, чтобы посмотреть, как оно будет работать не через Wi-Fi подключение, а через 3G интернет. Привет, Серега. Привет. Здорово, здорово. Что там? Тестируем 3G интернет от Интертелекома. Вот, можешь передать привет читателям Гагаджета. За скриншотом. Что-что? За скриншотом. Да-да, всё есть. Сейчас картинка пишется. Спасибо тебе большое. Это вот был привет, да, от Андрею Юшко. Читателям Гагаджета. Вот. И, как видно, интернет работает вполне себе ничего. Слушай, у тебя там что с той стороны? Wi-Fi? У меня тут Ethernet и MacBook. А, я понял, я понял. Ну вот, на входе у нас как раз картинка сейчас идет через 3G интернет от Интертелекома. На выходе Андрей у нас подключен к интернету при помощи скоростного Wi-Fi соединения. Окей, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Давай, до встречи. Ну вот, ну вот такая вот картинка. В принципе, весьма неплохо. Сейчас я нахожусь на улице Львовской. Это Святошинский район города Киева. Вот. Как мы видим, качество покрытия интертелекома сети составляет 4 деления из 5 и вот так прыгает до 3. Вот. Сейчас мы замеряем скорость при помощи спид-теста. Сколько у нас покажет здесь. Вот. Единственное, что хочу заметить, что, ну вот, при плохой погоде, качество покрытия сети, оно может изменяться, ну вот, в пределах там, грубо говоря, даже нескольких минут. Вот сейчас мы видим, что тут практически 3 мегабита у нас. А, спид-тест показывает. Вот. Это на загрузку скорость и на отгрузку в сеть меньше 1 мегабита. Ну вот. Но буквально, чисто ради интереса, 20 минут назад я в этом же месте производил замеры. И были вот такие вот результаты. Вот. И вот это вот то, что вы сейчас видите, два замера, это были сделаны, ну буквально там с интервалом, вот видите, в несколько минут. Вот. Но даже той скорости, которая, как бы, нам показал спид-тест, ее вполне достаточно для нормальной работы интернет-приложений. То есть, вот сейчас вот, допустим, открылась, открылся фейсбук мой. Вот. То есть, все в порядке, лента подгружается нормально, точно так же, как и, в принципе, дома при работе от Wi-Fi сети. Вот. Твиттер тоже работает без проблем. Вот. Твитбот только что вот открылся, и буквально сразу же у нас обновилась лента. Фотографии тоже без каких бы то ни было проблем. Фотография загружается, и опять же таки, то есть, можем открыть YouTube. Или давайте лучше сейчас вот при помощи Parallel Success подключимся к домашнему компьютеру. Мы ему посмотрим, будет ли достаточно этой скорости, которую сейчас показывал спид-тест, для того, чтобы осуществить это подключение. Да, все окей. Да, все в порядке. Вот. Вот. И в данный момент вот мы подключились к моему компьютеру. То есть, как можно увидеть, в принципе, все работает достаточно быстро, нормально. Вот мы сейчас, допустим, перешли в Finder. То есть, скорость отвлека отличная. В принципе, все хорошо работает. Вот. Поэтому я могу, в принципе, утверждать, что скорость работы более чем приемлема и достаточно. И, в принципе, можно при таких скоростях работать даже с Parallel Success, у которого, как известно, требовательная очень программа к скорости передачи данных, потому что фактически с удаленного компьютера на iPad транслируется видеопоток. В сухом остатке могу сказать, что в процессе эксплуатации iPad Air мы достигли следующих скоростей. То есть, на загрузку из сети была достигнута скорость в 6 Мбит в секунду. На загрузку в сеть скорость в 3 Мбит в секунду. Также можно использовать для использования этой услуги iPad Air и iPad Mini Retina. Без специальной подготовки эти модели все поддерживают стандарт CDMA, EFDA и Vision B. А также iPhone 5s с поддержкой CDMA. Вот. И я могу сказать, что, в принципе, в данный момент, исходя из тарифов, которые предлагает Intertelecom и от качества покрытия, это одна из самых отличных услуг 3G интернета в данный момент в Украине.